Крестьянско-фермерского хозяйства из Тихорецкого района Он расскажет, у него тема обозначена так Прямой посев, как лекарство от истощения и эрозии почв Он уже не первый раз Владимир Дмитриевич участвует в наших встречах И я знаю, что у него есть интересные наработки И опыт уже начали троить несколько лет Пожалуйста, Владимир Дмитриевич Добрый день, уважаемые коллеги Николай Васильевич попросил меня подготовить именно выступление применительно к такому названию Я вроде бы... Значит, по теме прямой посев, как лекарство от истощения почв Значит, ну, я бы хотел вкратце остановиться Честно сказать, я думал, будет доклад на эту тему достаточно развернутый Но что у нас на Кубани, да, собственно, везде можно рассматривать как основные... Ну, чуть не сказал эрогенные факторы Ну, факторы эрозии почвы, которые ведут к их деградации Это ветровая эрозия, это водная эрозия Это классическое определение обработка почвы И, хотя этого нет в этих несправочниках, я бы, наверное, добавил химическая эрозия От всего того, что мы туда вносим Прямой посев, которым наше предприятие уже занимается, начиная с 11-го года частично и 3-й год полностью, 100% Позволяет разместить на поверхности, именно на поверхности почвы, слой растительных остатков Которые в значительной степени все вот эти вот первые три фактора существенно нивелируют Слой растительных остатков защищает от ветра Защищает от очень вредного воздействия обильных осадков и заиливания почвы Значит, формируется теплоизолирующий слой Значит, и в результате мы имеем, кроме всего прочего, применительно к той теме, которая ушла уже с сегодня тема нашего разговора Мы имеем очень серьезный потенциал кормов, я бы так назвал, для микроорганизмов, которые развиваются в почве Значит, в своей деятельности мы исходим из того, что минимально нарушая почвенный покров Размещая слой растительных остатков на поверхности Мы обеспечиваем начало пищевой цепочки для преобразования питательных веществ органического происхождения В конечном счете в доступную форму для питания высших растений В принципе, как мне образно один раз довелось слышать Ничто не может быть более ценным кормом для растения, чем остатки предыдущего растения Там есть все Значит, что хотелось бы сказать еще применительно к тому, что сегодня происходит у нас, в общем-то, вокруг вот эти вот черные поля, пыль и так далее, и так далее, и так далее Значит, рискнув сказать, что цельной программы повышения, в виде сохранения, точнее, природного погаса Краснодарского края в лице Точнее, не в лице, а в виде огромного потенциала плодородных земель, к сожалению, не существует Что-то хочется кому-то сделать, кто-то выдает желаемое за действительное, но, к сожалению, мы теряем гумус, теряем органик Что нам удалось добиться в плане сохранения плодородия? С 2006 года мы работали по технологии поверхностной обработки с тем, чтобы растительные остатки заделывались на глубину не более 5 сантиметров В результате почвенный анализ 2010 года показал рост гумуса Извините, в эту цифру сложно поверить, где-то примерно на 0,6% В абсолютных цифрах это от 3,2-3,3, просто у меня цифры полностью по хозяйству, на котором размещено моё КФХ И цифра 2010 года непосредственно по КФХ Так вот, та цифра, к которой я привык, это 3,1-3,2-3,3 Средний процент гумуса по анализам 2010 года дал 3,98 При том, что содержание фосфора повышенное и высокое И все остальные показатели, в общем-то, показали, что процесс идёт в нужном направлении И закон убывающего плодородия, который многие получившие классическое агрономическое образование Хорошо знают, к сожалению, я бы сказал, он неверен Можно работать, можно получать урожай и можно не терять плодородию В следующий пятилетний, вот в этой осенью будет почвенный анализ Я издательский дом Крестьянин, естественно, проинформировал Хорошо Хорошо Сейчас попробуем постановить связь Что, у меня тоже нет? У нас нет У вас природная У вас природная Да, 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 хорошо, Валерий Курск Да, 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 оценивать, пожалуйста Два вопроса Сколько вы получаете урожай? Урожай, да, да, да И что вам удалось сэкономить? Чего не стали делать в пользу разрушительной экономики? Какие урожаи? На каком фоне? Значит, по колоссовым Уже получено три урожая Первый урожай это 2012 года Сев, 2011, 2012 Это то, что попало под жуткие заморозки Значит, 37 центеров колоссовых У соседа по классике через дорогу было 8 То есть слой растительных остатков позволил 37 против 8 Ну, как бы, один предшественник, один и так далее Следующие урожаи два были уровень 51-53 Причем колебания по полям минимальные Предшественник только один, кукуруза на зерно Что касается себестоимости Прошлый год Себестоимость зимой пшеницы 3 рубля 10 копеек за килограмм Кукурузы 3 рубля 17 копеек за килограмм Значит, я добавлю, что мы ищем сорта кукурузы на сегодня Которые наиболее пригодны к выращиванию В условиях прямого посева Результаты очень часто не совпадают с рекомендациями производителей То, что написано Рекомендован для нотива, рекомендован для интенсивной обработки Ну, хорошо взял и кто-то и другое Разница составила 30 центров в пользу сорта Который рекомендован для интенсивной технологии Ну, в абсолютных цифрах это 87, допустим, и 50 Поэтому приходится искать, как говорится, здесь и сейчас Что удалось сэкономить? Значит, существенно снижено Ну, это, знаете, отдельная тема уже будет для разговора Применение азотных удобрений Несмотря на то, что предшествует кукуруза назерной Казалось бы, здесь с азотом проблемы Я скажу, что проблемы возлются когда мы Растительные остатки кукурузы заделаем в слой почвы Вот тогда действительно возникнут проблемы Вот здесь инструкция и мобилизация азота Если они лежат сверху, все процессы почвенного Почвообразования, вся процедура идет в пятне контакта Дальше там идет своя кухня бактериальная Главное туда ни в коем случае не вместо Вы упомянули Я туда не нажимал Тогда я отойду дальше Значит, вы как раз упомянули баланс углерода, азота и так далее Значит, при технологии прямого посева Этот момент приобретает, наверное, еще большее значение, чем при классической отработке Поэтому баланс азота и углерода мы, разумеется, считаем И в идеале он должен быть равен нулю в каком-то процессе ротации силы оборота Значит, для себя мы определили, что это ротация пшеница, кукуруза и соя То есть одна соя нивелирует по балансу азота углерода Две высокосоломистые культуры И вот исходя из этого работы Ну, в качестве промежуточной и после пшеницы Там, как говорится, возможны варианты Подсолнечник, кукуруза, также соя Я обращаю внимание, что в этом случае пшеница и кукуруза дают огромное количество высокоценного сырья для почвенных бактерий Растительные остатки, они ведь разные В кукурузе и в пшенице много лигнина А лигнин это сырье для именно самой ценной части гумуса Гумины, вы сегодня произнесли это слово Это основа нашего плодородия Значит, что касается работы с азотными удобрениями Мы стараемся азотные удобрения и бактерии почвенные развести в сфере Чтобы бактерии работали в почве А азот, который нам приходится, конечно, применять, работал по листу Безусловно, без предпосевного внесения удобрений мы пока еще не обходимся В минимальных дозах это сульфоамофос, это фосфор, это растворимые, кстати, форма фосфора в сульфоамофосе Это сера и это небольшое количество азота Значит, дальше, упреждаю вопрос Защита семян, продравитель и так далее На этом не экономим Синик-комби, селистоп или что-то из этого класса Тут уж, как говорится, шутки неуместны Нужно почвенные, вернее, вот эти вот семенные, там, головневые и все прочее, прочее, прочее держать Ну и не дай бог там какие-то почвенные вредители Значит, ну а остальной азот, вернее так, остальной азот Остальные питательные вещества растение получит из почвы Ну и немножко мы поможем ему листовыми подкормками В качестве листовых подкормок после многочисленных экспериментов Я сделал выбор в пользу комплексного удобрения полифит Ну и за сезон где-то порядка четырех килограмм оно входит в три приема Ну и так пять-шесть килограмм в физическом веществе, термобида, опять же на лист Вот это технология, что касается применения в озимой пшенице Ну, немножко, немножко, опять же я, наверное, отклонился Нет, все нормально, Владимир Владимирович Ну, от эрозии из почвы ушел Да Значит, что еще могу сказать Применительно к водной эрозии Ну, наверное, у многих на полях есть вымочки Порни делают свое дело Почва дренируется Остаток корней оставляет интересную структуру С одной стороны, почва имеет хорошую несущую способность По ней техника идет без особых проблем С другой стороны, осадки, если они выпали, они непонятно куда деваются Ушли вниз и так сказать Вот многолетние вымочки, которые были В этом году уже техника проходила без проблем даже ранней весной Очень важная проблема И хорошо, что ее удается решать Друзья, я сейчас попрошу Ну, как сказать Хотелось, чтобы прерваться Владимир Владимирович, вы можете присесть Вот сейчас нам надо отпустить будет Лишенко Василия Юрьевича А его сообщение очень важное По использованию Спасибо По использованию По использованию Хочется